добрый вечер коллеги давайте перед началом проверим звук сейчас звук должен появиться напишите пожалуйста в чат хорошо ли слышно хорошо ли видно поставьте пожалуйста плюсики и будем начинать отлично да прекрасно вижу что плюсики пошли рад всех приветствовать на нашем вебинаре вебинар который посвящен методам графического анализа и прогноза спикером сегодня у нас будет основным спикером это игорь романович виленчик человек с огромным опытом но чуть позже он сам о себе расскажет представится и вы поподробнее о нем узнаете этот вебинар у нас будет первым то есть фактически первым вебинар который будет посвящен графическому анализу и различным его составляющим и методом мы будем проводить эти вебинаре ориентировочно раз в две недели и обязательно ближайшее время разместим расписание этих вебинаров и всех вас на них также пригласим поэтому следите за расписанием ну и можете уже для себя запланировать что ориентировочно ну уже с большей вероятностью это будет среда шесть часов раз в две недели на вебинары по различным методам графического анализа а и так перед началом как всегда это предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках связано с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету пока вы с этими рисками не ознакомились ну и что самое важное вся информация которая дается в рамках этого вебинара или вебинаров других которые проводят компания на маркетс не может являться прямой рекомендацией к действию а проводится только в целях вашего обучения и ознакомления план на сегодня сегодня темы будут обсуждаться довольно таки разные из разных аспектов технического анализа начнем с с простых до соснов и уже будем углубляться поговорим о волновом принципе о различных графических методов прогнозирования а вот сейчас перед собой вы видите примерный план на каждую с тем у нас будет примерно 10 минут ваши вопросы как всегда напоминаю что вы можете писать в чате я буду для игоря романовича их озвучивать и будем стараться вести также наш вебинар в режиме диалога да но всегда будет основная часть и дальше уже будут вопросы но и в конце мы подведем итоги и ответим на ваши вопросы уже более детально мы готовы начинать те кто подключился уже могут уже здесь ну а мы как всегда после вебинара разместим запись на нашем youtube канале если вы его на него еще не подписались ссылку в чат и сейчас приложу там вы сможете найти записи всех вебинаров которые мы будем проводить ну что будем переходить игорь романович выходите в эфир и передаю слово вам здравствуйте господа я надеюсь меня слышно я почему переспрашиваю тоже первый раз поэтому сделайте скидку да секундочку видите да картинку которую я собираюсь вам показывать в качестве примера графического анализа и вообще того о чем в основном пойдет речь она что-то говорит что нужно что-то рассказать о себе я не думаю что это так уж важно но ну все таки значит я занимаюсь анализом финансовых рынков с 1995 года я учился я учился я сингапурских трейдеров в этом отделу потом работал в московских банках потом еще там в ряде разных организаций потом сам для себя в том числе одно время работал в компании генерал маркетс сейчас живу в Таллине и по-прежнему в общем то занимаюсь этим сам для себя вот значит ну теперь к делу перед вами график евро-доллара давайте будем его рассматривать это дневной график будем его рассматривать в качестве основного примера я сейчас уберу некоторые линии которые тут есть некоторые другие вещи о которых нам будет говорить позже на самом деле я так думаю что вы все знаете что это такое откуда берутся эти графики и что они изображают поэтому вот то что вы видите да это некая зазубренная кривая которая ведет какую-то струн она означает на самом деле значит что в плоскости на этом графике нарисована зависимость цены от времени в данном случае в единице времени имеется один день и каждый столбик на этом графике это размах колебаний в течение одного дня ну я надеюсь что вы все это знаете поэтому как бы перейдем сразу к тому что это нам необходимо анализировать для того чтобы определить что будет дальше делать цена для того чтобы на основании этого прогноза понять что мы должны делать как правило значит как правило для того чтобы этим заниматься нужно представить себе процесс вот этого движения цены в качестве вернее не в качестве а в виде правильнее сказать с самых разных сторон вот скажем скажем график показывает достаточно длительный период движения цены который помещается на одном экране прошлое можете посмотреть в левой части экрана текущая жизнь происходит в самой правой части я обычно чуть-чуть сдвигаю от края чтобы ну как бы для себя видеть пространство в котором будет дальше распространяться ну и мне просто такой вот точно так же правильно просто подвинуть это все сюда как в обычных стандартных графиках к самому правому краю мне кажется что такой вот значит в системе есть возможность посмотреть это в самых разных временных ракурсах что в общем самое важное для того чтобы скажем больше подробностей значит график в любом временном интервале представляет собой сжатую кривую и степень сжатия зависит от того какой временной интервал используется скажем если это дневной то свечи дневные если это часовой то свечи часовые то есть что такое сжатие и 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 графическую картинку для того чтобы для себя сделать какую-то анализ что тут происходит существует целый ряд графических инструментов которые предоставляют системы самые распространенные самые важные из них это линии трендовые которые строятся скажем они вы знаете да что они когда отмечены показывают три точки это две которыми график прикасается к цене и третий это середина этого отрезка вы можете в свойствах этой линии нарисовать линию как только только вправо тогда это выглядит вот так и только влево тогда линия будет отображена назад от вот этой ближайшей точке от ее начала ну как правило интересует то что впереди значит вот один из способов графического анализа это нанесение этой линии если я построю таким образом то я на самом деле сделаю прогноз движения цены цена как вы видите распространяется вниз вдоль вот этой линии при этом цена важность этой линии прогностическая цель заключается в том что она отображает отражает для нас зону экрана и плоскости в которой это все развивается где цены есть это внизу зона где цен нет это линия называется линией сопротивления то есть эта линия не пускает цены вверх пока не пускает то есть когда что-то на рынке произойдет такое что о чем мы заранее не знаем то цена может подойти к этой линии и пробить ее и тогда вот эта модель прекратить свое текущее существование это линия сейчас является линией сопротивления если мы проведем вот так параллельную линию то увидим что цена в данном на данном отрезке своей своей жизни движется в часовом повторяю измерении движется вниз вот в таком канал и этот канал дает нам прогноз того что происходит с нижней стороны то есть получается что этот канал выделяет зону где цены располагается в данный момент именно в часовом измерении прогностической ценности этой линии пока равна той же самой прогностической же способности и верхней сопротивление поддержки пока выполняет свою функцию и не пускают цены сопротивления выше поддержка ниже значит с точки зрения прогноза мы с вами можем вот так посмотреть в будущее что нас ждет вот канал в котором цена может вполне развиваться пока не продлёт либо вверх либо вниз эту линию эти две линии на самом деле вот самый простой вариант графического прогноза это и есть вот сопротивление поддержка вот канал если он есть вполне возможно что канал будет у вас перед глазами не всегда но тем не менее когда он есть стоит его нарисовать или это дает нам прогноз причем он дает его цифрах в численном виде да мы можем в каждой точке измерить сколько это когда цена применится сюда то не просто точно знаем где прогнозируется скажем крайне ограниченное значение здесь и здесь повторяю это только на тот случай когда модель движения внутри канала сохранится как только она изменится мы должны будем перестроить нашу картинку ну так как было например вот здесь скажем вот здесь была линия поддержки вот там была линия приблизительная часть канала в котором она с этого места она перестала доходить до верхней части прогностическая ценности это линии ниже чем ниже чем линии поддержки но вот здесь она была пробита потом постаралась вернуться и вот до сих пор наша модель имела скажем границы которые давали возможность прогнозировать дальнейшее движение а с этого момента у нас началась другая жизнь другие границы соответственно другая модель которая тоже также позволяет нам делать прогноз что будет происходить дальше причем не просто сказать по низу пошли на такую сверху и сверху и сверху вот эти численные значения есть прогноз насколько он хорош как бы оставить пока в стороне вопрос но чисто зрителям он показывает что вполне привлечен прогноз ну как бы если кто-то умеет попробуйте сделать лучше вот это главный способ графического анализа и прогнозируем второй инструмент который есть в руках у аналитика это горизонтальные линии которые только что на ваших глазах нанес это линия уровня называется вот она дает конкретность конкретное строгое значение вы которое нам важно почему-то ну например вот это часто деляем график выделяет на графике зоны где цели сейчас располагаются а где их нет пока этот уровень достаточно важен потому что цена несколько раз обратите внимание что здесь не совсем точно но тем не менее уровень хорош потому что вот и сейчас цена он пытается его преодолеть мисс значит для анализа и прогнозирования наличие такой возможности просто наглядно показывает какие-то ценовые уровни которые важны обычно в каком-то графике выделяется например максимум отдельный в качестве вот таких горизонтальных уровнях например вот этот вот эта зона максимум видите раз два она достаточно важна цена ушла выше теперь она где-то здесь возможно она как бы вот этот уровень является прогнозом движения цены вниз цена встречает поддержку на этом уровне потому что она опирается на эти два максимума конкретные причины того что ну их не определить ни сейчас ни в процессе никогда а вот есть они и все значит надо ими пользоваться и точно знать что это прогноз как бы какой-то крайней поддержки здесь это не значит что цена никогда больше не не пробьет эту линию вниз и и дальше но как правило это какое-то время это значимый прогнозный вот вам способ графического анализа и графического прогноза вы точно знаете что вот 1,20 89 90 если округлить это граничная цена потому что она опирается на эти два максимума какой какой как бы и более наглядный и более простой всего сказанного можно сделать что прежде всего надо посмотреть глазами что вы видите и с помощью вот этих вот простых инструментов горизонтальной линии и трендовой линии нанести их на график и посмотреть где границы когда вы можете в числах видеть какой-то прогноз значение которое цена растет когда-нибудь у меня наверное такой появился небольшой уточняющий вопрос я думаю что участникам нашим тоже будет интересно ну вот по данному блоку а как лучше соотносить тренды на разных таймфреймах например и как это целесообразно делать ну вот один из примеров здесь просто на картинке вот дневной график на котором скажем на котором нанесенные линии оказались автоматически скажем давайте мы вернемся к часовому графику и посмотрим что там у нас получилось значит вот часовые линии которые мы нанесли скажем я чуть-чуть сожму чтобы увидеть что происходит значит вот в этом канале цена двигалась в течении этого времени я могу даже прогреть эту линию немножко назад ну скажем вот так вы видите что она не очень хороша здесь на самом деле немножко не так только вот этот вот вот этот участок который я сейчас отложил стрелка мишки есть модель движения цены в этом локальном канале после того как цена повернула здесь и пробелила эту линию поддержки она теперь развивается в другую сторону вниз вот этот график нанесен на часовой эти линии нанесены на часовой график если я перейду в другой временной интервал вы увидите это в более сжатом виде если вы перейдете вот в такой временной интервал вы увидите это 15-ти минутное изображение ясное дело что пока это раз вы это видели в соответствующих границах в часовом измерениях в 15-ти минутном оно тоже в них же и сохранится есть еще целый ряд способов скажем использование линий в качестве графических объектов которые позволяют делать какие-то прогнозы ну если вы посмотрите да скажем что происходит на этом графике вот какой-то такой волнообразный процесс движение вверх который достиг какого-то максимума здесь замедлился и теперь он немножко вниз отодвигается то есть с точки зрения ну простого наблюдателя что мы видим да что есть какой-то предельный уровень который достигнут выше его пока выше этого уровня пока подняться не удается цене значит причины этого на самом деле нам неизвестны да кто там противодействует движению вверх зачем это так происходит мы как бы знать не можем и на самом деле не совсем правильно пытаться это узнать и этим как-то воспользоваться нам наш уровень участия в этом рынке не позволяет этого делать мы должны руководствоваться тем что видим перед глазами и пытаться это использовать для своих в своих интересах и своих сделках значит вот один из способов такого прогнозирования ну скажем достаточно часто ну и можно его назвать как метод линейного удвоения да значит как им пользоваться вот вы глазами видите я чуть-чуть сожму это вот так вот так видите глазами да что цена движется вот повторяю такими вот волнами и что то в этом движении ну как бы самым заметным как моментом да как противоречий самым заметным противоречием выглядит вот это движение в другую сторону там вот все идет вверх а это на этой части мы видим движение вниз можно это движение сейчас секундочку я лишнее уберу значит вот этот момент можно использовать для прогнозирования скажем как это делается берете линию и проводите ее вот так от минимума до максимума желательно в свойствах убрать вот это и оставить отрезок то есть вот такой вот такую часть этой линии значит движение вверх началось вот от этой точки значит мы можем начать начать строить вот такую вот линию если эта модель случится вот она дошла до суда здесь сделала движение в другую сторону в принципе она может продлиться вот до суда это и есть прогноз будущего развития возможно его и не будет никогда но как прогноз вот это можно позволить себе построить может быть это будет как бы может быть из этого что из этого движения когда то что то получится подтвердить это или опровергнуть можно каким способом ну например ну лучше не так лучше вот так опять таки глазами мы видим что важный этап развития он какой то вот такой вот такой вот такой и в качестве проверки нашей идеи что цена может продолжить движение вверх и дойти вот до этого прогнозного значения скажем скажем в качестве опровержения мы видим вот эту часть что линия поддержки которые мы построили с этой стороны уже пробита и это как бы позволяет нам сомневаться сейчас по крайней мере что цена дальше развернется и пойдет вверх и дойдет вот до суда поэтому значит мы подвергаем сомнению эту модель но тем не менее можем ее оставить для того чтобы в дальнейшем определить будет она или не будет я обычно делаю так я вот сюда ставлю горизонтальную линию уровня и где-то себе пишу что это прогноз линейного удвоения движения вверх вот от этой точки значит остальное это я оставлю как прогноз остальное уберу потому что мне неинтересно дальше держать эти линии на графике значит вот в принципе самые начальные вещи которых достаточно для того чтобы заниматься опять таки начальными разделами графического программирования значит вполне ну рабочий инструмент если он есть в руках то им можно пользоваться каждый день у нас игорь был вопрос в чате задавали вопрос чуть выше несколько минут назад зачитаю вопрос если говорить о прогнозе то лишь волновой анализ его дает все остальное это пробой отсковки выходные тройки но это уже не прогноз а вот как раз одна из частей нашего вебинара это было именно волновой принцип и вот наверное перейдя к этому к этому разделу уже вы либо ответить на этот вопрос ну значит так перейти мы конечно перейдем да волновой принцип важная вещь для для любого анализа этих кривых да чтобы это не было движение цен на рынке или там что-то еще вот мы видим перед глазами процесс который развивается вот так значит любой человек который на это смотрит даже не знает что это такое он понимает что это какой-то сложный процесс который простыми вещами там какими-то уравнениями и даже сложными волновыми уравнениями просто так не опишешь значит заявление которое там прозвучало что все остальное кроме волны не прогноз не могу с этим согласиться потому что прогноз это то что вам дает какие-то реперные точки каким образом они получены если они не просто так выдуманы да вот если бы я взял и просто скажем взял да и нанес какой-то вот уровень вот здесь вот взял и поставил и сказал вот вам прогноз развития цены вверх или наоборот взял вот сюда поставил и сказал что вот сюда придет то вы имели бы право спросить а на чем ты собственно основываешь этот прогноз я должен был бы вам ответить что я не просто так вот это поставил а потому то и потому то так вот любой прогноз под которым есть какие-то соображения какие бы они не были если они не совсем как бы ну или совсем неправильные и вас легко опровергнуть потому что не всегда и волны дают возможность получить численный прогноз понимаете вас интересует не просто куда пойдет а вас интересуют численные значения ну желательно их знать чтобы вы же делаете сделки вам нужно прежде всего чтобы открыть позицию вам надо знать по какой цене это делать еще важнее делать это когда вы ее закрываете вовремя вы это делаете не вовремя стоп лосс куда поставить тоже важно то есть числа значение цены важны и именно такая возможность прогнозирование с числами да в руках дает вам возможность что-то говорить что будет дальше значит если говорить просто о волнах то это тоже как бы ну если не ввести в это изучение какой-то инструмент специальный измерительный который позволяет сказать где эти волны если они вот здесь где-то начались то они где-то кончатся скажем сами по себе само по себе наличие вот этих волнообразных движений вверх и вниз без различных инструментов доступных не дает такой возможности ну один из инструментов это тем не менее вот это вот как бы трендовая линия вот она пробита дальше что ожидать какого-то движения вниз потом наблюдения показывают что достаточно часто цена возвращается вот этой линии которая какое-то время в данном случае линия очень хорошая потому что она цена ее касалась несколько раз и отскакивала от нее вверх значит эта линия сопротивлялась цене и ее как потрогать с другой стороны теперь попробуют ну чаще всего так происходит значит важность этой линии пока еще не не равна уже ну как бы не равна нулю она еще присутствует значит есть другой способ это при всем при том что у нас имеются вот эти вот волны если мы вот эту линию теперь поставим вот у нас линия сопротивления который не пускает цену вверх цена от этой линии отскочила вот она для для моделей возврата цены наверх будет служить сопротивлением она уже достаточно важную и сильную роль играет на этом графике значит следующая волна возможно вот так будет двигаться то есть цена вернется к этой линии отскочит от нее снова вниз достигнет еще чего-то то есть это прогнозная линия которая на самом деле не сильно большое отношение к волнам имеет она тем не менее хорошая и дает возможность прогнозировать значит если мы с вами сделаем перенесем параллельно эту линию вниз вот сюда мы с вами увидим что этой нижней линии цена уже тоже дважды коснулась возможно это неплохой прогноз поддержки цена может распространяться еще раз прогноз не обязан выполняться никогда и никем да вы же не подаете в суд на прогнозировав погоды которые не всегда попадают и здесь тоже мы с вами должны четко понимать что то что мы прогнозируем не обязаны нам никто обещание не давал что наши прогнозы выполнятся и для нас важно просто иметь возможность их более-менее обоснованно нарисовать и дальше этим пользоваться вот мы этим и занимаемся значит на самом деле наличие этих двух линий мы использовали только вот эти нижние точки и верхние точки и они оказались очень неплохими при этом сам по себе как бы само по себе наличие волн особо много нам не дало но мы уже имеем цифры откуда и докуда в каких-то наших представлениях могут двигаться цены вот что мы можем себе позволить еще еще и вот такой прогноз обратите внимание я поделю этот канал на две части неравные в данном случае вот пока нижняя линия вполне функцию поддержки выполняет внутри этого канала теперь у меня есть прогноз нижних значений цены вполне возможно что он пока не будет пробит и будет отскок вот сюда и цена будет развиваться вот в этой вот зоне опять-таки простая линия без как бы специального упоминания что здесь какую-то роль играют волны дает нам возможность прогнозировать в цифрах если скажем она не будет пробита то если вы встали вниз в этом движении то вот здесь может быть и можно выйти потому что будет отскакивать а может быть и нет этого ответа заранее не известно никому но это как нормальное явление мы живем с вами обычной жизнью и тоже не не всегда заранее знаем что будет дальше и здесь точно так же но по крайней мере у меня есть вот эта линия которая дает возможность определить в цифрах что мне делать скажем здесь выйти из из рынка или наоборот может быть даже если я навстречу хочу предыдущее движение было наверх значит движение вниз может быть из всего того что мы видим движение вниз были против общего основного движения вверх может быть здесь тоже закончится уже и пойдет дальше вот туда этого заранее никто не знает но по крайней мере у нас с вами есть границы в которых все развивается это и есть прогноз и хороши или нет для этого волны или что только волны дают такую возможность ну я надеюсь что значит я вас убедил что не только но волны безусловно вещь важная и использовать их можно я чуть дальше покажу как ну вот тогда что пойдем дальше или еще есть вопросы я думаю что основной пять вопросов мы оставим уже ближе к концу я думаю что мы можем переходить к следующей теме и оставшись уже перед завершением мы ответим на наиболее интересные вопросы поэтому коллеги пишите и мы обязательно ответим в конце ламбинара ну и так значит дальше логично как бы обратить внимание на то что график действительно изображает некие волны логично перед этим я скажу несколько там общепринятых терминов вы их наверняка знаете да что как бы важным понятием при анализе этих рынков и использовании этих движений является понятие тренда тренд это направленное движение в какую то сторону значит именно трендом то есть это не просто какая то линия по которой процесс распространяется в нужную сторону это обычно обычно тренд это колебательный процесс но направленный в какую то сторону если мы с вами рассматриваем процессы которые графически выглядят на плоскости как линия в координатах да там цена время ну как в данном случае и график этот физический смысл вернее физические свойства его таковы что он движется слева направо и не не возвращается обратно то есть колец на нем нет движение идет строго в сторону слева направо так как движется время и цена движется так же вот тренд это направленное движение значит исходя из начальных условий которые мы имеем то есть это плоскость в котором движение на которой движение распространяется слева направо значит тренд может быть направлен либо вверх вот так либо вниз как вот на этом участке или вот на этом участке какая-то часть движения была направлена вниз и это был именно тренд направленный вниз значит значит с другой стороны если все обобщить то мы видим что пока все выглядит как движение вверх колебательное но еще раз если вообще в общем говорить то тренды могут быть направлены вверх вниз или вбок вправо если движение горизонтально с любым размахом ну например вот возьмем вот так как-то скажем вот оно направлено вверх а вот здесь оно направлено строго вниз здесь здесь конечно тоже вниз а вот здесь было вверх вот тренд вверх вот тренд вниз ну как бы если мы примерно можем я даже не знаю где сейчас вам найти такой график чтобы показать что движение можно если она вот так вот колеблется то вы можете провести линию сверху и линию снизу вот так например вот так и вот так вот тренд который идет вправо хорошее хорошее или плохое это графическое изображение или пояснение того что есть ну вот как тренд направленный вправо имеет характеристики вверх у него вот 1.60 грубо говоря вниз у него 0.82 грубо говоря вот вот в этих пределах евро-доллар колебли вообще колебался исторически тренд это или нет ну трудно сказать но во всяком случае если вы скажете что границы верха и низа движения евро-доллара таковы то такой тренд в бок имеется все это условно конечно ну как бы условность определяется значимостью того что говорится и того что потом используется ну вернемся к нашему там графику значит считается что если вы определили и как бы определили в какую сторону движется тренд и воспользовались самим этим понятием то вы правильно будете себя вести на рынке то есть если тренд направлен вверх нужно найти какое-то место где вы сделаете покупку подождете то есть о чем говорит тренд направленный вверх в общем что значит цена на усилия имеется этого тренда будет поднята вверх и достигнет каких-то уровней выше чем те которые которые вы использовали для покупки значит если мы с вами верим вот сейчас мы с вами находимся вот в этой точке дневного графика вот низ вот 1 что там 21.76 мы сейчас если мы верим что цена пойдет вверх мы например сейчас купим и будем ждать если мы верим правильно то цена должна подняться отсюда и превзойти вот эту вот точку это 1.26 там где-то 1.25.55 если мы ошиблись то цена отсюда вверх не пойдет а пойдет наоборот вниз и ну как бы вероятность исхода который мы себе придумали или выбрали равна 50 процентов то или нет значит хороший это прогноз или плохой ну решайте сами но лучшего не бывает то есть когда вы начинаете любую сделку то вы именно в таком положении всегда и находитесь то есть никто гарантии не дает что будет так значит единственный выход который у нас не только у нас а у всех кто на этом всем занимается есть это просто попробовать то есть проба дала положительный результат значит ты заработал дала отрицательный твоя задача сделать так чтобы не потерять все значит правила этого бизнеса очень просты и наглядны значит теперь как попытаться использовать эти волны то есть именно воспользоваться понятием что это волны что такое волна это движение направленное снизу вверх например если это волна вверх вот такое движение в волновых теориях обычно называется импульсным движением движение в противоположную сторону называется коррекционным движением или коррекцией значит вот вверх импульс вниз коррекция чтобы ввести какие-то правила их именно и вводят для того чтобы определить ну как бы границы этих использования этих терминов да что требование такое чтобы импульс по своему по способу высоте по как ее назвать по длине на самом деле нас интересует размер ценового движения вот от минимума до максимума вот коррекция должна быть меньше чем импульс по величине то мы можем построить вот эту вот линию вот так например или как у меня здесь треугольник нарисован красной вот такую линию определить что вот эта волна распространяется вверх вот на самом деле вот так она и распространяется вот скорость с которой движется эта волна здесь она ускорилась это вы можете опять-таки с помощью прямых линий определить построив их вот так задают вопрос по поводу волнового анализа раз вопрос звучит от волновой анализ поможет работа его применение это возможно в ходу советов не волновой анализа вырезюмирую я слышно значит нормальное отношение у меня к волновому анализу это один из самых лучших приемов которые нужно использовать для работы на этом рынке значит давайте так вот вопрос прозвучал как зарабатывать вот мы с вами не этим занимаемся сейчас и заниматься будем потому что научить кого-то зарабатывать пока он как бы сам не точно понял что это такое практически невозможно понимаете мы вас этому не учим мы учим вас анализировать как зарабатывать с помощью этого анализа вы должны понять сами это должно выходить из очень простых вещей да нашел определил в какую сторону движется цена и скажем движется сейчас и будет двигаться еще какое-то время да я хочу использовать это как бы соображение наблюдение ну как бы предположение вот если я это не ввиду я что должен сделать найти какое-то место как-то значение цены по которой я сделаю покупку то есть если уж совсем там в кнопочки выпираться то кнопочку buy нажать при этом чтобы научиться это делать как бы без особого риска для себя или своих денег нужно чтобы тот кто это начинает делать для себя понял определился с тем какое количество своей покупательной способности он в эту одну сделку вложит как бы это не имеет отношения к тому как движется цена с волнами не волнами по прямой линии там падает камнем вниз или растет или летит вверх как ракета понимаете при этом вы можете сделать не очень рискованную сделку очень маленьким объемом который затронет только маленькую часть вашего капитала а можете скажем рискнуть всем вот мы не занимаемся обучением того как вы должны это делать вы это за сами можете определить это вот мое глубочайшее убеждение и еще раз то есть если вы ждете что кто-то вас научит как торговать никто этого сделать не может вы сами все должны сделать но понять логику мы вас попытаемся научить если я ответил то давайте к волнам перейдем вот значит еще раз торговать я вас учить не собираюсь мы должны это сами понять как это делать да какие кнопки нажимать сколько и каким количеством денег рискать то что я не знаю вашей психологии да может вы такой человек что вы только ва-банк идете а может вы такой который вот любой маленький шаг для вас это стресс понимаете поэтому это должны это каждый должен сам для себя определить у меня есть друзья которые просто бросили этим заниматься потому что как бы их нервная система это перестала выдерживать вот и все научить они знают все прекрасно научить их продолжать это все делать просто невозможно поэтому прошу вас нас понять правильно торговать мы вас учить не будем дополнительный вопрос еще от того же участника по поводу он позволяет ли волновой анализ прогнозирует движение цен с вероятностью 80-90 процентов но здесь коррекция немного перефразировать как вы считаете насколько он результативен да то есть время прогноза есть возможно ну я скажу так что это зависит от того что нарисовано на графике данный момент и какой именно график вы используете вот смотрите да мы говорили о волнах вот у вас у каждого наверное перед глазами есть ваш собственный график если вы возьмете дневной это один то есть выглядит они примерно одинаково вверх-вниз-вниз вверх да колеблется но размах этих колебаний в разных временных импервалах разный скажем если вы возьмете пятиминутный график или даже минутный то он тоже выглядит как некая зазубренная кривая но параметры изменения внутри вот этих зазубрин они разные и предсказательные то есть на графиках разных масштабах вы имеете разную величину этих волн на графиках мелких масштабов и видите все мелкие волны типа ряби да такой и если вы можете окинуть более таким сжатым или там более общим взглядом то вы увидите и большие волны там тоже их увидеть сложнее потому что масштаб мелкий масштаб он как бы слишком много подробности лишних дает если вы сократите масштаб вы увидите более общую картину но в то же время вы не будете иметь перед глазами подробности которые важны и скажем использование размера волн которые увидите на своих графиках сказать зависит от того что же именно вы там собираетесь измерить я как раз сегодня собирался показать вам как это делается но поскольку у нас это все сломалось то позвольте в следующий раз на самом деле скажем предсказательные способности и качество вот этих вот волн они зависят от того на каких какие временные интервалы вы для этого прогноза использовать маленькие дают близ близкие значения какие-то а большие дают более более как бы общую картину и более общие уровни значит относительно того какой именно уровень сколько процентов вероятности имеет в этих предсказаниях но это самый сложный вопрос который в общем то на него даже если вы из мы с вами сядем вот и тупо исследуем статистику всех возможных волн которые в этой жизни уже были эта статистика ничего нам не скажет что следующая волна которую мы в будущем увидим на этом же инструменте будет попадать в то что мы вычисли никто нам этого обещать не может и не должен жизнь каждый раз дает какое-то другое другую реализацию того же самого процесса этому есть скажем ну достаточно такое как бы ну на мой взгляд понятное философское объяснение да наверное помните что скажем есть такие бесконечные дроби да вот число пи это бесконечная дробь откуда она возникает вспомните теорему пифагора и прочие вещи вот скажем такая же бесконечная дробь это скажем золотое сечение чем это говорит философски до наличие бесконечных дробей то есть что это такое да что вот чем больше вы вычисляете тем больше знаков после запятой разные и если вы округлять будете то число пи это 30 14 сотых а дальше идут какие-то знаки вот 3,14 это общепринятое представление о числе пи а вот правый конец этой формулы он бесконечный это и точно так же например у золотого сечения 1 618 и дальше у вас продолжается это бесконечная дробь о чем это говорит о том что в природе в жизни там в нашем там пространстве вселенной и прочим есть вещи которые говорят о чем-то постоянным но в то же время изменчиво до бесконечности вот и реализация наших графиков скажем подчиняется вот этому закону бесконечной дроби у него есть какое-то постоянство вот она эти волны рисует но в следующий раз получится чуть-чуть другая реализация и вы ее не можете угадать точно и вычислить точно не можете при любой вычислительной возможности ваших компьютеров и ваших мозгов вот таков ответ поэтому скажем если вы имеете вероятность больше 50 процентов это уже шанс в вашу пользу это уже игра с некоторым положительным как я не буду давать математических определений но это как бы чуть-чуть в вашу пользу вот так скажем если я ответил то ответ вот такой на мой взгляд он как бы достаточно общий но в то же время что суть объясняет вот поэтому рассчитывать на то что есть какой-то метод и что даже вот скажем с помощью каких-то там изощренных вычислений вы найдете какую-то формулу это не дает вам гарантий на в этих вот очень сложных процессах который влияет куча разных вещей которые даже учесть никто не может в точности такова жизнь с бесконечными дробями вот она движется куда-то там скажем давай в среднем нечто постоянное вот и волны позволяет что-то предсказывать каждая из них ну скажем с помощью некоторых там как бы логических ухищрений дает возможность предположить что что-то будет так или так и это использовать для ваших сделок вот как бы практически очень сложно что-то рассказывать не имея возможности показать инструментов и убедить вас в том что они более или менее прилично работают о напрасывается вывод что волновой анализ недостаточным для прогнозирования цены то есть мы прекрасно понимаем что когда идет сделка тогда открывается принять решение но идет вот совокупности факт в зависимости от того каким образом мы анализируем брать а возможно вы что-то претендуете нашим участникам в этом обращать внимание потому что у нас а здесь я так понимаю что большое количество участников только начинается на конкурс финансовыми рынками и это всегда хорошо когда не правильно будет как он сказать но обычная логика да прежде всего то есть есть если ты видишь что процесс идет очень долго в какую-то сторону то как бы не грех подумать о том что он может быть где-то уже там близок к своему завершению если вы видите перед собой какие-то как бы графики которые показывают что цена упирается в какие-то вот верха все время да то достаточно опасно в этих местах покупать на самом верху логика подсказывает что если она давно движется вверх то ну как бы пора ей передохнуть скажем так что движение вверх уже возможно близко к своему исчерпанию вполне ну скажем я могу опять таки там здесь нужна конкретика из-за чего цена движется постоянно вверх его что-то постоянно обновляет кита максим вот если вы возьмете посмотрите на графики там скажем американских фондовых индексов например там до джонс до джонс индастриал или smp 500 или nasdaq 100 то есть это главные как бы фондовые индексы соединенных штатов которые ну грубо говоря с 2008 ну 9 года двигались вверх под влиянием специфических воздействий которые американские денежные власти над этими рынками как бы производили эти рынки были ну их подталкивали вверх действий центральных банков хотя все это как бы на словах выглядело как косвенное воздействие она имела вполне явственные как бы причин глубинные эти рынки толкались вверх искусственно и зная то что власти продолжают их поддерживать вы смело могли вставать вверх на этих рынках даже на самой макушке если чуть-чуть откат все равно и туда затолкает это вы были правы но сейчас это еще более опасно делать потому что прямое воздействие уже прекращено рынке потихоньку возвращается в более менее естественное состояние поэтому если сейчас вы видите где-то наверху и точно знаете что воздействие уже прямых нету опасность покупать на верхушках как бы увеличивается точно так же если цена значительная значительно сильно без всяких причин упала вниз то опасно продавать она уже вниз внизу ну как бы вот эта логика здесь есть еще одни естественные соображения что поскольку сами по себе все эти рынки но они как сказать особенно если речь идет о рынках акции о рынках различных индексов и товаров то как бы движение цены вверх то есть рост цены современной экономической парадигме является более естественным чем ее падение вот падение до рост это как бы нормальный процесс для движения цены для повторяю для тех рынках которые я перечислил для рынков акций для рынков товаров для рынков различных фьючерсов падение менее естественная часть движения цены для падения нужны некие особые как бы причины или временные или даже постоянные для этого нужно понимать о чем идет речь да и что на это влияет при в данный момент если вы знаете точно что скажем вы например фьючерсами на кофе торгуете знаете что там начались какие то есть какой-то сезон ураганов это плохой признак для рынка кофе цен на нем будут падать потому что ураганы не будут позволить доставить вовремя этот кофе то есть логистика будет вмешатель именно погода и что падение цены более естественно еще в данный момент пока действует этот ураганная угроза знает вы ориентируетесь на то что лучше подавать чем покупать ну вот какие-то такие простые соображения относительно валютного рынка которые которым большая часть таких трейдеров как мы с вами занимается то есть форекс скажем ну тоже нужно достаточно хорошо понимать кто как бы является главным в этом бизнесе да кто управляет всем чьи воздействия наиболее существенные и важные зная это вы должны понимать что это конкретно центральные банки если они каким-то боком присутствует на этом рынке они повлияют больше чем другие нужно понимать что скажем большинство регуляторов то есть центральные банки и правительство государств чья валюта является свободно коммертируемой или приближается к этому состоянию большей степени заинтересованы в том чтобы их валюта дешевела это связано с как бы правилами и формула ведения бизнеса да то есть все стараются так чтобы как бы их формула бизнеса была экспортно то есть экспортная составляющая экспортная часть общего бизнеса государства более поддерживается чем импортно следовательно государство по большей части заинтересовано в том чтобы его валюта была дешевле чтобы дать преимущество своим экспортером значит если вы имеете дело с валютами как бы заточенными под экспорт дату вы точно должны знать что центральные банки и другие управляющие этого общего общей экономикой будут стремиться сделать валюту дешевле значит доллар при всем том что как бы это мировая валюта и все такое он регулярно дешевеет это не говорит о том что он всегда дешевеет он движется волнам вверх но общий тренд доллара направлен в общем то вниз вот исходя из этого как бы просто просто понимая суть вещей вот вот сейчас если вы обратите внимание на евро доллар вот скажем сколько посмотрите на свои длинные графики вы увидите что последние там раз два три четыре пять шесть дней доллар движется евро движется вниз а доллар соответственно дороже в каких-то пределах регулятору то с американскому центральному банку он не будет действовать жестко на этих уровнях он даст сколько-то до каких-то уровней продвинуться доллару дешевле как как и с каким способом это измерять ну тоже есть такие возможно такая возможность есть мы вам ее покажем обязательно но для этого нужно графика глазами не иметь как бы я бы мог сказать что это такое что это измеритель уровня фибоначчи как его настроить ну вот он автоматически настроен в каждой из вашей системе на этой на эту тему есть миллион книг как пользоваться там тоже написано я имел ввиду показать вам это но к сожалению но мы это обязательно сделаем возможности у этих способов измерения достаточно большие и они есть да я думаю что мы это сделаем спасибо всем кто участвовал желаю вам всего хорошего и всех благ